У меня рукодельный проект. Мы занимаемся обучением женщин созданию игровой текстильной куклы. Кукла у нас натуральная, вальдорская кукла, эко-кукла. Проект создавался в декрете, как это часто бывает. В декрете во втором уже со вторым ребенком, у меня двое детей. Я увлеклась, я вообще рукодельница уже, можно сказать, больше 20 лет. Всегда этим увлекалась. В первом декрете даже зарабатывала на рукоделии, но немножко в другой сфере. И во втором декрете я начала заниматься куклами, увлекалась сначала, и потом уже продавала их по всему миру на такой площадке международной, как Этси. Преимущественно в Америку продавала, общалась с американскими покупателями, понимала, что это очень интересная тема, и у нас в России совершенно неразвитая. Вальдорская педагогика существует уже 100 лет, но к нам в Россию приблизительно лет 20 назад стали отголоски проявляться, мастерицы стали мастерить, но все это было по выкройкам из интернета, полноценного обучения не было. Ну и, в принципе, когда я поняла, что сфера свободная, вот, Миша свободная, решила попробовать проводить живые мастер-классы в городе, проводила несколько мастер-классов, провела, поняла, что это очень энерго-трудозатратно, и вот тогда мне пришла в голову вот эта мысль, что я же могу записывать курсы и таким образом реализовывать их через интернет и объединять большие группы людей, потому что поняла, что очень интересная тема, что люди устали от интерьерных кукол, ну, от рукоделия чем-нибудь, как говорится, что эта кукла в пользу, она игровая, она для детей. Это первая педагогическая кукла, созданная специально для вальдорфской педагогики, вальдорфскими педагогами созданная для обучения детей в школах, в детских садах вальдорфских, и поэтому я решила создать сначала курс, попробовала, пришла в акселератор обучаться, обучалась полгода и попробовала создать маленький курс, который спробовала на своих знакомых девчонках, которые совсем не рукодельницы были. Курс понравился, все понятно, записан был очень четко, девочки, в принципе, справились на ура. И тогда я поняла, что это то, чем мне стоит заниматься, и пошла дальше, уже создала второй курс, третий, запустилась уже в прошлом году, в марте. На данный момент у меня сейчас уже пять курсов за этот год создано. Так получилось, что буквально на прошлой неделе у меня появился продюсер. Целый год я запускалась сама, все процессы запускалась с нуля, вообще с нулевой базы, с нулевых подписчиков у меня не было в России вообще. Практически ни продаж, ни активности никаких я в основном продавала за границу. И этот год я все с нуля начинала сама. Поняла, что эксперту это очень тяжело. У меня совершенно не аналитический склад ума, мне тяжело технический момент решать. И когда вот пришел такой случай, как говорится, я специально не искала, но случайно вот так получилось в разговоре. Мы объединились с женщиной, которая тоже отучилась в акселераторе. И вот с прошлой недели мы начали запускать в феврале новые активности уже вдвоем. Я запускалась с нуля, с нулевым балансом, с нулевыми подписчиками. Как получилось? Отучилась в акселераторе полгода, годовое обучение было. Я отучилась полгода, записала уже курс, курс был записан, и я поняла, что запускаться пора. И к этому моменту у меня была небольшая-небольшая группа ВКонтакте, Инстаграм я тогда не развивала совсем. И вот все, что я вкладывала в развитие группы, какие-то там баннеры заказывала, потом рекламу настраивала, ну и что-то закупала, там оборудование закупала. К марту месяцу, вот за эти полгода моего обучения, к марту месяцу у меня накопилось 40 тысяч вложений. Это все копилось полгода, потихоньку я все это записывала, фиксировала. Но так получилось, что с первой же группы, у меня в первую группу пришло 10 человек. Кстати, 7 из них было бабушки, были бабушки, меня все удивлялись, что у меня такая группа возрастная. Действительно, это оказалась очень интересной темой, как раз-таки для бабушек, которые на пенсии. И я заработала 40 тысяч. Практически с первой группы я вышла в ноль и дальше уже пошла по нарастающей, как говорится. Очень сложно уже вспомнить, потому что столько активностей было за этот год. Ну, естественно, я шла по урокам акселератора. Практически вот все так, чему нас учили. Сделала лендинг, создала. Ну, кстати, еще вложения на лендинги у меня, два лендинга я заказывала. И в рекламу, вкладывалась в рекламу, нашла таргетолога. Таргетолога нашла такую же мамочку, как и я. Она была совершенно начинающей. Я была у нее вторым клиентом на тот момент. Мы с ней договорились совершенно за небольшую сумму. Она, как говорится, училась на моем проекте. Ну, и я, можно сказать, тоже училась, потому что сама рекламу настраивать я не решилась. Решила, что этим заниматься должен человек, который этому обучался. И вот мы с ней вместе стартанули очень даже хорошо. И потом впоследствии мы практически год мы с ней проработали вместе. Вот на таких вот доверительных, хороших отношениях она мне и помогала. Ну, и вот в рекламу, да, вложились в рекламу. Я запускаюсь преимущественно ВКонтакте. Мы пробовали несколько раз запускаться на Инстаграм, но пока это не исследованная для меня социальная сеть, поэтому я решила не распыляться, остановиться на одной социальной сети ВКонтакте. И мы запускались с рекламы, да, эти люди все пришли с рекламы. И вот 10 человек до первой группы я набрала. Я очень довольна тем, как я поступала. Ничего поменять точно я бы не хотела, потому что я понимаю, что я за этот год не потеряла ни рубля. Где-то было в ноль, были запуски, ну, такие небольшие. Но вот таким вот осторожным методом, тогда, когда я, в принципе, была еще, можно сказать, в декрете, когда я все это начинала, дохода практически не было. Я мама-рукодельница, как говорится. Поэтому это был мой единственный выход, начинать с нуля и потихоньку наращивать. У меня был такой случай, мы встречались с ребятами, с акселератовцами, и мужчина один, он еще с первого потока, по-моему, он вложил не одну сотню тысяч. И вот он тогда сказал, что у меня такое ощущение, что Света самая, ну, правильно поступила, потому что нужно как раз-таки понемножечку вкладывать, щупать почву, прощупывать. Мы же не знаем, где соломку подстелить, как говорится. Поэтому, прощупав почву, можно варьировать, да, методами варьировать, вариантами разными. У меня вариантов очень много, и причем, чем больше ты общаешься в сообществе, тем больше ты понимаешь, что это не одна дорожка, а их несколько и несколько тысяч дорожек. И очень много людей, которые могут тебе подсказать, как выбраться из той или иной ситуации, или, может быть, здесь не получилось в другую сторону пойти. Поэтому я считаю, что в моей истории, когда я начинала вообще с нуля, у меня там на старт запуска, у меня было, наверное, может быть, 200 подписчиков. Я сейчас уже даже и не помню, но всех этих подписчиков я собирала вот те полгода, пока я обучалась в Акцелераторе, потому что я понимала, что мне скоро запускаться, мне нужно хоть какую-то базу собирать. И за неимением лучшего, как говорится, я поступила вот именно так. По-другому не вижу возможностей, потому что, ну и думаю, что это хорошо, что у меня не было возможностей, и я делала именно так, потому что, ну, таким образом я не потеряла деньги, не сливала бюджет. Были, конечно, моменты, когда мы сливали, но они тут же какие-то в другую сторону шли, какой-то другой дорожкой, и покрывали те минусы, которые были до этого. Поэтому по-другому бы я точно не поступила. Перспективы большие, очень большие, причем так, как я начала работать с продюсером, возможностей, конечно, стало больше времени. У меня освободилось, конечно же, время на создание новых курсов. У меня очень много задумок, как эти курсы скомпоновать, как сделать что-то новое совершенно в другую сферу. Ну, в этой же кукольной нише, вальдорфской кукле, но их очень много ответвлений, поэтому задумок очень много. На данный момент у меня около ста учениц, 90 с копейками, вот сейчас последний, последний запуск январский у меня был. Но хочу сказать о том, что большая часть этих девочек, женщин, бабушек, учились не на одном курсе, то есть около ста, это количество людей. Но они приходят снова, пробуют, сначала покупают недорогой курс, потом подороже. У меня линейка где-то три-четыре приблизительно. Разбег такой от семи с половиной тысяч большой курс, и вот заканчивая тысячи рублей, самый маленький. Поэтому люди возвращаются, приходят, и это для меня очень большой показатель. На данный момент у меня, если взять, так как я не каждый месяц запускалась в прошлом году, но вот с ноября месяца я начала запускаться уже ежемесячно, стабильные запуски у меня стали. Вот в прошлый девятнадцатый год у меня то запускалась, я то пропускала, ну, и по семейным обстоятельствам, и брала себе месяц, даже практически два, сентябрь и половину октября. Я переупаковывалась, я заново все перешивала, весь курс перекомпоновывала. Ну, основа оставалась та же, но какие-то бонусы добавляла, что-то меняла. Я сделала, очень большое у меня дело было сделано, причем оно очень сильно мне помогло. Я продумала полностью ежемесячные запуски, то есть сделала такую табличку «Календарь на год». Естественно, каждый месяц что-то меняется, я что-то привношу. Создала мастер-группу, собираю учениц, они учатся там буквально 2-3 недели, такие мини-курсы по небольшим куколкам, но люди приходят, они недорогие эти курсы, люди приходят, обучаются и переходят на большие курсы уже, которые с обратной связью, в группе и так далее. На данный момент у меня самый большой запуск был, это в июле, я заработала 75, нет, вру, в октябре, да, в октябре 80 с лишним тысяч у меня был запуск, это ежемесячно, один раз запуск. Я делаю один запуск в месяц, я не провожу часто вебинары, вот, собираю людей и провожу уже вебинары один раз в месяц, один запуск у меня. И вот в ноябре, да, 7 ноября я проводила подряд два вебинара, и вот я заработала оттуда 80 тысяч, это был максимальный мой показатель, но, естественно, на февраль я себе поставила 100, это минимум, поэтому надо двигаться, надо расширяться. Ну, теперь, так как мы вдвоем с продюсером, я думаю, что 100 – это на одного человека. Я всегда слежу за тем, чтобы у меня не превышало 40% вложений. У меня, в принципе, всегда, вот, все мои запуски – это максимум 40-45% только вложения, все остальное чисто. Вложения – это и реклама, и оплата платформы, и мы еще проводим активности, так как это группа ВКонтакте, и там очень много возрастной аудитории. Мы каждый запуск, почему я и делаю один запуск большой, мы проводим игры, мы чат-ботов, подключали ботов, через которые люди идут и играют, и зарабатывают себе баллы, монетки, потом снежинки, пуговки, чего только мы не придумывали. Вот, ну, еще и вложение, естественно, в человека, который занимается игровой механикой. Все с нуля, ну, даже с минус нуля, потому что, когда я обучалась в акселераторе, почему я полгода совершенно ничего не делала, я только впитывала, вникала, изучала, потому что для меня были неизвестны даже такие слова, как лендинги. И я помню, как я дня три, наверное, разбиралась, чем отличаются два лендинга, я не могла никак понять, что такое подписной, что такое продающий, чем они отличаются. Это очень была сложная для меня информация, для восприятия. И, естественно, все познавалось в процессе, в процессе уже запуска. Запускалась я в большой игре, была у нас как раз большая игра, и я пошла в нее, потому что у меня был уже курс сделанный, а я все никак не могла решиться на запуск. Еще обучение у меня продолжалось, я вроде бы как прокрастинировала, вроде как откладывала, да все потом. Ну и вот здесь вот, когда предложили поучаствовать в большой игре, я поняла, что это мой шанс, потому что курс у меня записан, мне, в принципе, иди и делай. Вот, и согласилась, и вот там я запустилась, и там уже, естественно, была тоже еще одна команда, так у нас и в плане мы до сих пор, кстати, общаемся нашим планом. В потоке в нашем очень много ребят, которые помогали, но вот именно в большой игре это была такая концентрация внимания, концентрация людей, активных именно людей, которые вот именно запускались в этот момент, и очень сильно мне помогло вот это окружение из большой игры тогда разбираться и с техническими моментами. Ну и, как я уже поняла сейчас, что мозг активизируется в такие вот моменты, когда выхода другого нет, надо делать. У меня были случаи, да не были, они у меня и сейчас есть, у меня каждый вебинар что-то происходит. Я это называю магией, но я уже к этому психологически так готова, что я уже не знаю, сколько я вебинаров провела за этот год, и каждый раз, то у меня звук отключается, то у меня видео не тянет, то микрофон полчаса настраивала. Вот последний вебинар у меня был, я настраивала ровно 26 минут микрофон, и я увидела, что никто, у меня было 85 человек, и у меня все люди сидели эти 26 минут и ждали. Я так удивлена была и приятно удивлена. Сократила потом немножко вебинар, чтобы не задерживать людей. Ну, в принципе, все удачно прошло, и вот технические моменты каждый раз, то ОБС у меня не сработало, потом ребята мне помогали настраивать ОБС. Я людям сказала, что встретимся завтра на том же месте в тот же час, и чему тоже была удивлена, в том же месте в тот же час на следующий день пришло такое же количество человек, как и вчера ждали меня. ОБС мы настроили удачно, все получилось, все настроилось. Но вот в такие моменты я понимаю, что нет невозможных моментов, совершенно нет. У меня причем оставалось уже на второй день, когда я уже думала, что вот-вот вебинар, у меня уже час, наверное, или полтора оставалось до вебинара. Мы вот буквально за полтора часа настроили эту ОБС. Я уже была в такой панике и плакала, сидела. Но ребята помогли, все настроили, причем через демонстрацию экрана, все просто, все технические моменты можно объяснить на пальцах буквально, как мне ребята объясняли. Вот, и даже такая рукодельница, как я, мама-рукодельница, в принципе, до всего можно дойти, потому что сейчас возможности, ну, действительно не ограничены. Демонстрацию экрана можно сделать и показать, созвониться в любой момент и голосовым наговорить. Поэтому технические моменты для меня, сразу скажу, прям, ну, одно из самых сложных дел во всей моей истории создания онлайн-школы. Ну, все равно справляемся, в принципе, как-то, по-другому никак. Самое главное, само понять, что это такое, для меня это было большим вопросом. Когда я разобралась, мы в уроках делали макеты лендингов, я набросала приблизительно то, что мне было нужно, поняла, разобралась вообще в системе во всей этой, что значит лендинг, чем они отличаются, для чего они нужны и что в них должно быть. И буквально вот я о чем хочу сказать, кстати, тем, кто только начинает, и у кого есть в голове какие-то препятствия, да, на любой запрос в нашей голове, да, есть, всегда появляется ответ. Это всегда. У меня такое ощущение, что это работает так наш мозг, потому что по-другому у меня бы, наверное, ничего не получилось. Буквально я задалась вопросом, что мне нужно делать лендинги, когда у меня уже курс был создан, что делать-то дальше, надо же дальше лендинги делать и продвигать. И буквально вот каким-то случайным образом я наткнулась в интернете на женщину, которая занимается созданием лендингов для рукодельниц. Я такого больше не встречала. Очень узкая ниша, и вот женщина действительно занимается, она еще и копирайтер, мы с ней потом год работали, она мне текстом помогала писать, вот. Вот, и она мне создала вот эти два моих лендинга. В принципе, сама я вручную ничего не делала. Рассылки, да, рассылками я разбиралась сама, но тогда мне тоже помогла моя таргетолог, моя девочка, она уже в этом разбиралась. Ну, в принципе, там с рассылками не так все сложно, разобраться можно, и это, в принципе, дело одного вечера, посидеть, вникнуть. Рассылки до сих пор я создаю, делаю сама, но теперь у меня уже есть помощница. Вот с декабря месяца я взяла себе девочку в помощнице. Тогда еще не знаю, что у меня будет продюсер. Ну, в принципе, и сейчас мы разделили все дела на троих, и вот сейчас помощница занимается и рассылками, и созданием каких-то там постов, активностей. Она у меня занимается инстаграмом теперь, потому что я на две соцсети, мне очень сложно разорваться. И вот я занимаюсь ВКонтакте, она мне развивает инстаграм. И вот рассылками тоже занимается она. Поэтому все возможно. Я пошла другим путем. У меня курсы расположены не на гид-курсе, а на платформе антитренинги. Чем меня привлекла эта платформа? Когда я начинала запускаться, у меня, кстати, бадди моя, она уже вот запустилась буквально передо мной, там, месяца за два. И вот она мне дала реферальную ссылку свою на антитренинги. Чем меня привлекло? Тем, что они тогда только начинали платформу антитренинги, у них шикарная была поддержка, но она и сейчас остается. Вот они, в принципе, у них была возможность зарегистрироваться на год, бесплатно, если у тебя до пяти учеников. И меня тогда это привлекло, потому что, когда я первый раз запускалась, я думала, ну, сейчас там два-три человека придет ко мне, я вот их обучу, потренируюсь на них, и дальше уже буду оплачивать платформу и думать, как расширяться. Но не тут-то было. Я помню, как я бесплатно зашла на платформу антитренинги. Она очень легка в освоении. Я, в принципе, в этот же вечер загрузила весь свой курс, настроила, там есть защита от копирования, что мне тогда понравилось тоже. Настроила курс, уроки открывались у меня три раза в неделю. Все, и приготовилась ждать своих учеников. После вебинара у меня зашло трое. Я такая счастливая, думаю, ну, все, я теперь бесплатненько их сейчас буду обучать. Когда зашла четвертая, я поняла, что дело еще не окончено. Тут же буквально к вечеру в этот же день пятый ученик зашел, ну, и я поняла, что это не предел, наверное, предел у нас в голове. Я себе троих надумала, а тут, оказывается, уже и пятеро. Ну, и когда на следующий день пришли следующие заявки, я, естественно, оплатила первый, по-моему, там самый дешевый вот этот пакет, он полторы тысячи, по-моему, стоил. Ну, и вот тогда у меня 10 человек обучилось, я уже тогда приобрела, там была из демификации возможность. Ну, и вот, в принципе, платформой антитренингами пользуюсь до сих пор, у них очень хорошая поддержка сейчас. Они прикрепляли, когда я только зашла туда, они прикрепляли личного менеджера. Мы общались с ним в личных сообщениях и голосовыми, он очень хорошо помогал, буквально там в ту же минуту давал ответ на любой мой вопрос. Поэтому практически вот этот момент вообще прошел мимо меня. У меня не было ощущения, что мне сложно, у меня ученицы зашли, и что мне делать, паники не было, потому что действительно поддержка была очень хорошая. Ну, я и сейчас очень довольна ими, они отвечают буквально там 5-10 минут, они сейчас очень выросли за этот год, и поддержка такая более профессиональная, и сайт сам поменялся, и возможностей там стало больше, чем было в прошлом году. И вот поэтому я, в принципе, осталась на платформе антитренинга. Желание бросить не было никогда. Что самое интересное, я сейчас вспоминаю, у нас были уроки, одни из первых, по вхождению, как говорится, в обучение. И кигай. Мы проходили тест, соединяли кружочки. Я думаю, те, кто в акселераторе будет обучаться, поймет. Ну, в принципе, в интернете можно тоже найти эту идею. Как понять, своим ли делом ты занимаешься. И вот тогда кигай у меня сошелся на 100%, в центре было то дело, которым я занимаюсь, потому что я действительно этим горю, и я начинала заниматься с маленьким ребенком, у меня ему там не было, наверное, и года. И я вспоминаю, как я шила в захлеб, сидела этих кукол, и как меня это все вдохновляло. Я понимала, что я уже, заходя в акселератор, я понимала, что я нашла свое дело, и даже не просто дело в рукоделии, потому что рукоделии же можно много чем заниматься, и до этого я занималась вязанием на машине, на заказ, и небольшая фирма у меня была, тоже онлайн, через интернет оптом. Но вот именно с куклами я поняла, что это как раз-таки то дело, которое меня вдохновляет, оно меня не утомляет. И вот только тогда я пришла в акселератор, потому что я тоже не с самого начала, не сразу приняла решение, что я пойду обучаться, мне нужно было все взвесить, что именно своим делом я занимаюсь. Но вот, наверное, это единственное, что не дает перегореть. Ну и, наверное, второе – это окружение, потому что, когда ты видишь, что люди запускаются, и запускаются успешно, и у меня в клане, вот моя бадди, она запустилась сразу, и сразу на несколько нулей. Меня очень сильно это вдохновило, и она меня поддерживала всегда. И что еще мне помогло за те полгода, когда я обучалась только, не запускаясь еще, это мое окружение в акселераторе, которое подняло мне самооценку, потому что, когда я заходила, мне было немного некомфортно от того, что я, ну, мама рукодельница, люди заходят с бизнесовыми проектами, а я мама рукодельница. И мне казалось, ну, что там мои куклы, ну, что они дают, зачем они нужны, хотя, в принципе, для себя я понимала, что это очень вдохновленное дело, и что я не одна, что таких женщин очень много, которые, возможно, не хотят вывести это в бизнес, но хотят позаниматься для себя, для своих детей, и, может быть, детям своим правильные игрушки создать. Это же целая философия, но тогда я этого не понимала, и вот ребята мои из окружения в акселераторе, они очень сильно подняли мою самооценку, прям сильно. Сказать, что сильно, это мало, потому что я действительно поверила в себя, поверила в свой проект, когда я нарисовала картинку себе в голове, как это будет у меня. Опять же, уроки мне в акселераторе помогли, потому что мы рисовали схематично, как будут выглядеть наши уроки, как будет выглядеть моя школа, когда я поняла, к чему мне нужно идти, и что моя школа даст моим ученикам. Меня это так вдохновило, что назад дороги не было совсем. Ну и, конечно, меня вдохновляло то, что практически каждый мой запуск, он не был убыточным. Наверное, вот это. Хотя были моменты, когда и стрессовые ситуации были, вот, ну, все перекрывается как-то вот, наверное, тем, что назад дороги нет. Я очень много уже вложила средств, но средства — это даже не главное. Я очень много вложила сил, желания, и теперь уже, когда практически год пройден, общение с моими учениками, оно дает заряд такой, что назад дороги нет только потому, что большая очень энергоотдача, энергообмен огромный с женщинами, которые создают этих кукол, которые пишут потом благодарные письма и приходят ко мне на следующие курсы и рассказывают эмоции, именно эмоции. У меня очень много писем, просто историй из жизни со мной делятся, мои ученицы, потенциальные мои ученицы, подписчицы мои. Я понимаю, что дает мое обучение, что дает мой курс и что дает вообще эта кукла людям не только игрушку, но и сам процесс создания ее. Это действительно такой магический процесс, особенно когда начинают проявляться эмоции у куколки на лице, когда уже видны результаты. Ну и это очень дорого стоит, наверное, поэтому я ни разу не свернула с пути, и когда мне говорили, зачем ты это делаешь, то сейчас эти же люди говорят, Света, как ты это сделала? Зачастую так и бывает. Тоже часто об этом думаю, откуда берутся идеи, и не могу ответить сама себе на этот вопрос, потому что это такое вдохновенное состояние, вот только, наверное, из-за этого состояния потока. Потому что я понимаю, что бывают моменты, когда я понимаю, так, скоро Новый год, вот допустим, у меня в октябре было, скоро Новый год, надо что-то сшить интересное, чтобы людям было интересно участвовать в моем курсе в новом. Была у меня идея сшить мышку в альдорском стиле, но когда я увидела, сколько таких мышей гуляло по интернету, я почему-то мне показалось, что это неинтересно, это все банальное, и все. И буквально вот разговор с одной такой же вдохновленной девушкой тоже из акцелератора, и она мне подала идею шеи ангела, новогоднего рождественского ангела. И вот действительно, это прям оказался такой курс в точку, вот прям действительно в точку. Я еще, когда только анонс выставила, уже набрала группу практически, у меня даже еще кукла была не дошита, группа была уже набрана. Вот, и вот такие же идеи, ну я очень много опрашиваю своих учениц, понимаю обратную связь, принимаю ее, беру во внимание и реализую. Вот у меня второй мой курс был создан как раз-таки именно таким, потому что мои куколки, они не классические вальдорфские куклы, они у меня немного уже с деталями, с эмоциями, с локоточками, с коленочками, а классическая вальдорфская кукла это безликая куколка, у нее вышиваются только глазки, ну и ребенок как бы должен сам дофантазировать. Набивается она шерстью натуральной моих кукол, я набиваю немножко другой набивкой, но она отличается, и она классическая куколка, она не такая мобильная, как моя, у меня уже такая доработанная, современная кукла. Но пришел запрос, вот в июне месяце пришел запрос мне на такую куклу, потому что стали подписываться девочки, которые увлекаются вальдорфской педагогикой и развивают своих детей по этой педагогике. Кто-то в школу ходит вальдорфскую, кто-то в детский сад. И вот по запросу я создала второй курс. Пока, в принципе, вот так, по обратной связи, по запросу, по вдохновению какому-то. Ну, очень много идей, и сейчас идей уже практически не успеваю записывать, потому что чем больше вот это вдохновленное состояние, чем больше учениц, таких же вдохновленных, как и я, тем больше запросов появляется, и, в принципе, уже целый список идей надо только реализовывать. Начну вообще с того, что я начала меняться не с открытия школы, а с прихода в акселератор, потому что для меня это было просто другой мир. Во-первых, я познакомилась с такими людьми, с которыми я в офлайне ни разу в жизни просто бы даже не встретилась, наверное. Я понимала, как люди живут, я видела, как они активно живут, а я жила днем сурка, мамочки-рокодельницы, не выходя из дома, из квартиры, как говорится, садик, школа, ну и все мои активности, а я, можно сказать, гиперактивная мама, потому что я постоянно и в родительских комитетах была, вот, и везде участвовала, мне видно, вот не хватало какой-то реализации, я постоянно везде участвовала, что-то придумывала, детям сочиняла, вот, и у меня идея давно уже сидела во мне, мне очень хотелось быть ближе к своим детям, так как у меня ниша детская, и я уже тогда в тот момент занималась созданием таких кукол, я понимала, что детям я уделяю мало внимания, мне хотелось как раз-таки такую реализацию для себя, чтобы мои дети получали как можно больше тепла и внимания от мамы, а не от школы, не от садика, все равно развитие это одно, а вот тепло, мамино внимание даст намного больше, и вот это, наверное, была моей такой идеей фикс, которую я не знала, как реализовать, и вот когда я запустила школу, потихоньку эта идея у меня начала реализовываться, почему? Потому что я стала сама нормировать свой день, естественно, на первых порах, особенно когда я участвовала в большой игре, это была мега занятость, я даже дочку сняла с одного кружка, потому что очень далеко ее возила, она у меня занимается танцами, в Тоддис ходит, и он у нас далеко от нас находится, поэтому я убрала даже этот кружок, который был значимый для моего ребенка, для того, чтобы мне запуститься, и вот когда я запустила свою школу, когда у меня уже, наверное, два или три потока отучилась, я стала понимать, что у меня вот это напряжение идет на спад, я все больше знаю, все больше умею, все больше вариантов развития я вижу, и, конечно же, на это очень сильно повлияло участие в большой игре, потому что вот как раз-таки там работают с нашей головой, вот с нашими ментальными, с нашими установками, которые не дают нам двигаться дальше, вот когда мне психологически, морально стало легче, я действительно стала понимать, что я ведь могу не запускаться в этом месяце, что я, кстати, и делала в прошлом году, а уделить время своим детям и семье, в июне, допустим, я совсем не делала запуски, я полностью отдала этот месяц на снятие, на съемки курса, вот, создала новый курс в августе, например, мы всей семьей ездили отдыхать, и я тоже совсем не запускалась, и мне это дало такое вдохновение, что, в принципе, здесь мой заработок, во-первых, зависит от меня, мой день зависит от меня, и я сама выбираю, какими темпами мне двигаться, я уже часто задумываюсь о том, что, возможно, если бы я двигалась динамичнее, естественно, может быть, я уже бы была дальше, но вот здесь вот, скорее всего, обучение в акселераторе дало мне понимание, что должен быть баланс, прежде всего, я мама, жена, вот, мама, причем, двоих детей, и один ребенок у меня еще в детском саду, и ему тоже нужно внимание, а дочка приходит со школы, и тоже нужно делать уроки, но я думаю, мамочки меня поймут, что это практически, вот у меня была занятость полдня до обеда, я все свои активности планировала до обеда, потому что потом это начинается, мам, это как сделать, а то, как написать, и потом кружки, и потом ребенок, и потом уже готовить вечером и совершенно времени не остается, и вот за этот год я пришла все-таки маленькими шажочками понемножку, я пришла к тому графику, который меня действительно устраивает, я обучила, или, как сказать, приучила, наверное, свою дочь заниматься самой, она, это для нас большой прорыв был, потому что благодаря тому, что мама занята, дочь тоже стала планировать свой день так, как нам двоим удобно, и вот, в принципе, к этому я и пришла, и сейчас вот я понимаю, что за этот год, за полтора года, полгода обучения в акселераторе, и год уже существования моей школы, я все ближе и ближе к тому моменту, когда я детьми занимаюсь, я стала спокойнее, это, наверное, очень большое дело для мамы, которая вот еще чем-то занимается, и я стала спокойнее, стала больше уделять времени детям и качественнее это время проводить с детьми, погружаясь полностью в детей и понимая ценность этого времени, ну и, естественно, баланс в душе, баланс в работе, баланс в отношениях с мужем, с детьми, ну и, конечно же, огромная благодарность акселератору, потому что мое видение жизни поменялось ну просто вот на 360 градусов, тут даже даже рассуждать не о чем, потому что у меня теперь жизнь разделилась на до и после, ну и большой игре тоже огромное спасибо, потому что это прорыв именно в запуске в моем был. Продолжение следует...